Я просто хочу прежде всего поприветствовать вас, поблагодарить за приглашение, за ваше гостеприимство. Я хочу поделиться некоторыми своими мыслями, касающимися организации, морфопатологической службы, поделиться опытом, который у нас есть. Итак, наше будущее, наши проблемы в патологии, каковы они? У нас есть сеть в Берлине, которая называется Vivantes Network. В нее входят несколько клиник, и они принадлежат государству, буквально, если можно так сказать. Я думаю, что эта организация сходна с тем, что есть у вас, у нас 9 клиник, у нас есть центры для пожилых людей, у нас мы имеем дело с очень большим количеством случаев и образцов. Вот некоторые цифры здесь приводены, но это все выполняется 11 патологами, некоторые из них работают полдня, у нас есть ординаторы, и мы справляемся вот со всеми этими образцами. 145 тысяч в год у нас их отсматриваются. И вот еще некоторые цифры. У нас взрослеет население, больше работы появляется, стареет население, возникает дисбаланс между потребностью и персоналом, появляются новые тесты, растет сложность для патологов, сложность работы. И если мы посмотрим на иммуногистологический домен, так сказать, мы понимаем, что рост нагрузки растет на 11% в год. У нас возрастает количество молекулярных тестов, которые мы делаем. Можно посмотреть, каков рост произошел с 2001, например, до посего, по сей день. И вы видите, что даже из лечения РНК, насколько потребность работать в этом направлении выросла, расширился спектр работы. Иммуногистология, например, тоже все растет. Появилась, пришла иммунология в онкологию, новые тесты, это новый бум, и это показано здесь. Когда мы создавали нашу сеть патологическую, о чем мы думали? Мы прежде всего проанализировали, что мы унаследовали от предыдущих веков. Это была инвентаризация институтов, лабораторий и так далее. И мы, проанализировав все, перешли к созданию концепции этой сети. Прежде всего, мы понимали, что это будет IT-сеть концептуальная. Нам нужно было включить и изменить концепцию менеджмента. Потому что, если вы делаете то, что не подходит персоналу, если вы идете против течения, если вы не в согласии с ними, ничего не получится, нужно было менять систему руководства качеством или контроля качеством, другими словами. Вопросы безопасности пациентов, безопасности работников стали перед нами. Появились особые запросы. Нужно было вести стандартизацию везде, насквозь. Нужно было понять логику рабочих операций, разработать протоколы здесь. Нужно было высокотехнологическое оборудование обеспечить и соответствующие протоколы технологические. Пришла телепатология. Потому что, если вы занимаете патологию на небольшом масштабе, если вы специализируетесь в узкой области, вы не можете ведь все выучить зачастую. Поэтому вам нужно зачастую, когда вы с нечастыми вещами встречаетесь, консультироваться. И, конечно, молекулярную патологию нужно было включить. Это была серьезная задача. Вот это некоторые позиции, которые легли в основу концепции нашей сети. Нужно было, чтобы патолог, мы решили, присутствовав в каждой клинике, замороженные срезы должны быть обязательно. Это, собственно говоря, соответствует нашему закону. У нас патологи выбирают образцы для замораживания, для вот тех образцов, которые уже заморожеными хранятся в клинике. Он не просто делает образцы, делает срезу. Все патологи учатся и повышают свое образование, участвуют в конференциях, проводят атопсии. Мы не хотим тела, так сказать, возить в Берлин. Мы делаем все на месте и показываем клиницистам, когда нужны результаты. Нам нужно с разными образцами работать, с разным размером. Иногда делается операция, что-то такое происходит, что требует особой экспертизы, особой консультации. Мы хотим все это делать на месте. Опять же, не возить. И если мы хотим все делать на месте, нам нужно понимать, что такое централизация технологий для того, чтобы все было, так сказать, в одном месте. То есть нам нужен такой воловой подход, как бы. Иммуногистология в одном месте, молекулярные задачи решаются все в одном месте. В одном месте один раз доступно всем. Сканирование пришло, и оно делается в одном месте. И мы можем работать в формате виртуальной гистологии, сканирование, и все имеют доступ к информации. Конечно, архив должен быть в одном месте. Контроль качества и качественное управление. Мы создаем большой блок информации. И наш отдел... Мы работаем с хирургами, но они должны нам диктовать. Или мы должны, может быть, им диктовать, кто главный, так сказать. Мы обмениваемся мнениями, мы работаем в сотрудничестве, но кто-то должен руководить, кто-то должен определять весь процесс. И вот здесь написано, что у нас есть независимый эксперт колледж американской патологии, КЭП, с которым мы работаем, который проверяет, если можно так сказать, нашу работу. У нас есть специальные проверочные позиции. У нас есть тесты на профессионализм, можно так сказать. Их выполняют эксперты немецкие уже. У нас постоянное непрерывное образование и внешний аудит каждые два года. Вот что у нас имеется на площадках и на спутниковых площадках. Мы делаем то, что называется гроссинг, у нас делаются срезы, у нас документирование идет. Мы сфотографируем все у нас. Такие принтируются кассеты. Это парафиновые кассеты, которые мы на главной площадке позже могут использовать. И вот такие парафинированные кассеты специальным образом погружаются в такой прибор. И я еще вам покажу, что выстроен порядок у нас. Мы можем все вместе практически делать в одном месте, от начала до конца, в том числе на большой платформе за счет модульного подхода. Если вы посмотрите на замороженные образцы, на их, так сказать, путешествия, на то, как они диссиминируются на разных площадках, мы понимаем, что у нас есть разные потребности в связи с ними, разные запросы. Ну вот 11, допустим, у нас точек. Если кто-то вдруг заболел, тот, кто должен заменить по протоколу такого человека, он тоже может заболеть. И вот здесь уже трудности. Это тоже нужно присмотреть. Мы стали очень современные. Вот такая микроскопия пассивная, непосредственно живая, выполняется. Мы можем обменяться телефонными звонками, глядя в микроскоп, ну, и посоветоваться. Но дело в том, что нужен диагноз. И патолог должен уметь пройти весь необходимый путь с этим образцом от начала до конца. То есть это живая микроскопия, которая подсоединена к компьютеру. И это работает. При этом, возможно, командная работа. Здесь есть разные команды, разные переключатели. И люди не должны спешить, не должны торопиться и не должны работать с замороженными образцами здесь. Вот есть активная микроскопия. И у нас есть двигатели, которые управляют микроскопом. Мы можем эти блоки подключать друг к другу. Мы можем подключаться к сканированию. Мы решили именно так работать, потому что это гораздо проще, чем, может быть, выбирать какие-то другие подходы. Можно использовать... Дело в том, что... Дело в том, что замороженный срез, он окружен некоторым таким веществом, которое можно назвать клещем. Именно поэтому мы говорим о том, что не очень хорошо здесь работать на этой аппаратуре с замороженными срезами. Именно поэтому мы говорим о живом микроскопии. Кроме того, несколько патологов могут видеть одну и ту же картину. Вот мы запустили в прошлом году, вот у нас есть сканер Philips, высокоскоростной, то есть две минуты в среднем на срез. И, собственно говоря, иногда мы читаем в рекламе, что нужна одна минута. Но это не совсем правда. После того, как патолог смотрит на эти виртуальные слайды, могут последовать другие шаги. Но очень важно быть знакомым с этой технологией. Если вы работаете таким образом, вы понимаете, что очень много информации, большая нагрузка, совершенно необходима штрих-коды на кассетах, для того, чтобы все было в порядке, был доступ к результатам вашей работы, чтобы можно было вернуться к расу при необходимости. Вот это все интервалы необходимой работы перечислены, начиная от высушивания, окрашивания, закрытия, воспределения и так далее. Во всем процессе вы можете сортировать, вы можете управлять отдельным, неконкретным случаем, сортировку делать, фотографирование с помощью новейших технологий. Мы стараемся работать как можно эффективнее. Нам необходима утилизация инструментария, совершенствование технологий. Мы по-другому, конечно, раньше работали, теперь мы смотрим в будущее. и мы понимаем, что технология должна работать непрерывно. Бывает, что люди уходят, возникает какое-то время, могут не использоваться технологии, потому что обученный человек ушел, мы не можем себе позволить, чтобы инструменты не работали. И вот несколько примеров. Традиционную непрерывную работу мы обеспечиваем. Нам нужно работать таким образом, чтобы у нас не копился материал. То есть это опять про непрерывность логистику. Параллельно идет работа на всех станциях. И мы стараемся, чтобы люди работали синхронно до последней минуты рабочего дня. Вот здесь делаются экспресс-тесты и обрабатываются затем, когда нам нужно, например, когда нам нужно тестирование в ходе операции, используются такие приборы. при необходимости мы можем транспортировать материал. Все делается в парафиновых кассетах, можно хранить. Есть вторая машина, которая прогоняет все содержание. Это нужно, когда микротомия выполняется. Это традиционное оборудование, но также вот то, что сейчас доступно и то, что оказалось очень полезно. Вот такие автоматические приборы для автоматического создания среза. люди могут работать в другой модальности. Это в том числе оберегает с профессиональной точки зрения наших работников. Нам нужны тонкие срезы. Люди раньше уставали делать это бесконечно. Зачастую у них были ортопедические проблемы даже. Теперь это автоматизируется. Вот это для специального окрашивания. Это приборы. Приборы для разного типа срезов влажных, те, которые не будут высушиваться очень быстро. Но мы должны помнить, что мы не должны убить сканер, так сказать. Гораздо проще. Мы теперь работаем со сканами. Мы... Давайте, я ничего не слышу. ...which can do all the small batching and overnight they can use as a huge batching process so it also fits very well in into a continuously running scanning device. У нас есть целый ряд устройств, которые позволяют формировать партии для последующего лабораторного исследования. В первый штрих-код мы можем занести данные по молекулярно-патологическим исследованиям. И если вы проводите лазерную микродиссекцию, то эта информация может быть занесена в аппарат, и после чего проводится... После чего эта информация может быть обработана с нескольких слайдов. Дальше происходит извлечение ДНК и РНК. И после этого молекулярный процессор добавляет в штрих-код дополнительную информацию. Таким образом, вам необходимо обеспечить в данном случае обязательную преемственность, обязательное однозначное соответствие между получаемыми образцами, информацией о получаемых образцах и конкретным пациентам. Что необходимо сделать для того, чтобы перекрыть дефицит услуг патологов и дефицит персонала? Необходимо, во-первых, повысить эффективность труда патологов и лабораторного персонала на всех стадиях обработки материалов. Необходимо мобилизовать все доступные трудовые ресурсы. Необходимо следить за тем, чтобы люди не слишком рано уходили на пенсию. И кроме того, возможно создание решений по обработке информации для работы дома из домашних офисов. И во многих случаях наши самые взрослые и квалифицированные работники могут работать из дома и хотят работать из дома, почему бы не предложить им программное обеспечение домашней версии. Необходимо увеличивать всемерное количество резидентов, расширять резидентуру, содействовать образовательным деятельностям. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Видите, не только для нашей страны, но и для наших соседей. Может быть, у кого-то есть вопросы относительно этого решения, части из этих проблем? Да, пожалуйста. у меня на самом деле есть вопрос. Здравствуйте. Вы говорили о том, что вы разделяете материалы для оптимизации производства образцов, и вы говорили, что вы можете разделить материалы на несколько кассет от 1 до 20, и вы обрабатываете эти кассеты на всех стадиях процессуального цикла. Да? Верно? Да, у нас есть магазин на 20 кассет, но в принципе исследования допустимы не только изолированных образцов, не только партии из нескольких образцов. А какие реагенты? А реагенты находятся в самих контейнерах, и вне зависимости от того, работаем ли мы с одной кассетой или с 20, необходимо эти реагенты менять, и инструмент вам подсказывает, каким образом это делать. Спасибо. Больше нет вопросов, тогда мы поблагодарим профессора Хербстера. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you.